Свою копилку собирается пополнить и Владимир Машков. Сейчас он судится с газетой «Комсомольская правда» и требует от нее компенсации в размере 100 миллионов рублей. По решению Савеловского суда о причинении Машкову морального ущерба и публикации ложных сведений, пишет Лентару, газета должна выплатить ему 450 тысяч рублей. А кроме того, написать опровержение о разводе с Оксаной Шелест и пластических операциях. А у тебя с Ника что-нибудь было? С Нима? Ничего не было? Не, ну, Иваныч, если ты имеешь в виду тот случай, нет, нет, ну, тогда она пришла сама. В декольте, в полном. По словам адвоката, из-за образа подонка, созданного этими публикациями, у актера сорвался рекламный контракт на 30 миллионов рублей. Юристы актера потребовали еще 70 миллионов, полученные газетой от двух номеров с его фотографией на обложке. И это не все. Машков хочет запретить изданию размещать на своих страницах ордена. Он считает, что это увеличивает нанесенный ему ущерб. Комсомольская правда будет обжаловать решение суда. Ведь о пластической операции Машкова написала журналистка, которая знакома с ним несколько лет. Если Машкова это так сильно задела, то, конечно, почему бы и нет? Я думаю, что всегда стоит отстаивать свои права, свою точку зрения и бороться с несправедливостью, если она так сильно тебя задевает. А какой скандал разгорелся вокруг последнего Джеймса Бонда? Никто, кто бы мог подумать, что брутальный Дэниел Крэг, который считается самым горячим агентом 007 за всю историю, окажется гомосексуалистом. Поклонники актера шокированы новостями о его личной жизни. Смакуют подробности экспресс-газета. Крэйг был женат, у него есть взрослая дочь. И несколько лет он встречается с кинопродюсером Сацуки Митчелл. Крэйга застукали в популярном гей-баре в Калифорнии. Дэниел и его друг вели себя как пара гомосексуалистов, рассказывает первый источник. Друг трепал Крэйга по бедру и по плечу. Второй источник поведал подробности о самом поцелунии. По его словам, выйдя из бара, Дэниел стал обнимать мужчину. Они приникли друг к другу страстным поцелуем. Причем Крэйг сам обхватил голову парня руками и притянул к себе. Но как только актер заметил, что за ним следят, он тут же перестал это делать. Он сексуальный, может быть, да, ушастый, какой-то пузо вперед, этот пресс. Но это не Джеймс Бонд. Джеймс Бонд это пиджаки, это музыка, это мартини, это девушку, когда он ловит в любой позе на мотоцикле, на танке. Ой, да мне вообще пофиг, какой он ориентации, потому что у меня на него совсем не стоит. Ха-ха-ха. ГАЗ-21 из блокбастера «Черная молния». Мы выступаем в этой гонке под эгидой благотворительного фонда помощи детям с нарушением иммунной системы подсолнух. Телеведущие Татьяна Геворкян и Аврора, а также певица Алена Сверидова боролись за победу на Кадилак. Мы прям были в каких-то ситуациях, когда нужно было срочно кого-то обогнать на дороге, и он себя ведет очень достойно. Единственное, он очень смешно стартует с места, там, видимо, какая-то резина или что-то, он пробуксовывает, где пыль, и остается за нами облако пыли. Такие водители всем недоумение, что происходит с визгом шин, то есть каждый раз мы стартовали так очень эффектно. К сожалению, простояла в длинной пробке, поскольку сегодня выходной день, чтобы доехать сюда и посмотреть, и не только посмотреть, а принять участие в ралли. Ну, к сожалению, приехала к шапочному разбору, но, тем не менее, я поучаствовала, я побывала, посидела в машине, пофотографировалась. Друзья мои, это, конечно, не все новости, далеко не все новости, которые я хотел вам рассказать, но, увы, моё время подошло к концу. Я вынужден откланяться. С вами был эксперт глянца Евгений Донских. Увидимся здесь же, на бульваре, уже скоро. Пока.